Новые школы, больницы и производственные цеха. Президент Таджикистана Мамали Рахмон во время поездки по Хатлонской области открыл самые разные объекты, а также сдал в эксплуатацию после ремонта здания лицея химической промышленности. Он был образован в 1964 году в качестве профессионально-технического училища и в нем учился сам глава государства. Подробнее Вера Исмаилова. В этой аудитории с 1969 по 1971 годы учился будущий глава государства. Здесь все как было в то время. Контрольно-измерительные приборы, плакаты, те же парты и та же доска. За этой партой сидел Мамали Рахмон. Таблички с именами учащихся можно было не ставить. Президент помнит, где сидел сам, а где каждый из сокурсников. Но это больше для гостей, кто не знает таких тонкостей. В музее рядом документы тех лет. Приказ о зачислении студентов, в том числе Мамали Рахмона, его аттестат, личная карточка и фотографии учащихся. Для них эти годы самые яркие в биографии. Как-никак с будущим лидером нации учились. Он уже тогда выделялся из всех. Он всегда протягивал руку помощи другим ребятам. Для него не было важно, это человек из его группы или из другой. Он всем помогал. Мы учились на русском языке, и он помогал сельским ребятам в изучении этого языка. Он очень был успешным в учебе и закончил заведение с четвертым разрядом. Это был редкий случай. Мы все получали первый и второй разряды, а он четвертый, что свидетельствует о его успехах в учебе. Он всегда организовал культ походы, активно занимался спортом, в частности волейболом. Был очень активным. В этом профессионально-техническом училище Мамали Рахмон получил специальность слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. В те годы учебное заведение считалось одним из лучших в Средней Азии и Советском Союзе по подготовке специалистов в области химических веществ. Теперь, после реставрации, здесь установлено новейшее оборудование. Для учебы все условия. Мы, подрастающее поколение, благодарны президенту страны за то, что в нашей стране создаются самые лучшие условия для учебы и получения хороших знаний. В свою очередь мы будем стараться успешно окончить лицей и в дальнейшем стать хорошими специалистами, работать на благо своей родины и своего народа. Лабораторные и компьютерные классы, библиотеки, спортивные и актов залы. Президент открыл сразу несколько новых школ, как государственных, так и частных. Это, к примеру, инновационные. Занятия здесь проходят на трех языках – таджикском, русском и английском. Мы учим точные науки на английском языке. Школа оснащена современными классами. Нам нужно лишь хорошо учиться, изучать иностранные языки и получать хорошие знания. Не только учиться, но и лечиться. Теперь можно с комфортом. Президент открыл сразу несколько медицинских учреждений. К примеру, перинатальный центр. Здесь установлено современное оборудование, позволяющее вести женщину от беременности до родов, а уже после родов еще и ребенка. Я 13 лет работаю акушером-гинекологом. Сейчас в нашем центре установлено современное медицинское оборудование. В частности, цифровой рентген, ультразвук и другая медицинская техника, которая необходима для охраны здоровья матери и ребенка. Ни одна рабочая поездка не обходится без открытия промышленных объектов. Здесь в год будут производить 600 видов мебели. Современное оборудование из Турции, Италии и Китая. Все работники предприятия из числа местного населения. Они будут обеспечены бесплатным питанием и достойны заработной платой. Теперь жители города Бухтара и близлежащих местностей могут заказывать там мебель по своему выбору. Мы по доступным ценам и за короткий срок выполним поступившие заказы. А на этом предприятии не только мебель изготавливают. Здесь в холодильном помещении хранят до полутора тысяч тонн овощей и фруктов и до ста тонн мяса. Эмомали Рахмон поручил увеличить число таких камер, ведь Хатлонская область – ключевой аграрный регион Таджикистана. Среди новых объектов, которые открыл президент Таджикистана, также рыбоводческое хозяйство и база отдыха.